Повторим главный тезис моей религии, моей концепции – вера плюс любовь, без которых невозможно идти вперед, и без чего начинается хаос и беззаконие. Любое общество на земле имеет свод своих законов, чаще всего окрашенных национальным колоритом и подготовленных на базе национальных традиций. Но несовершенство их во всех случаях приводит к неразберихе в обществе, нарушению их и попиранию прав большинства меньшинством. Вот к чему приводит желание создать общественный порядок на базе собственных представлений и традиций родов. Прежде всего, глубокая ошибка использовать вековые традиции данного рода или народа. Дело в том, что традиции эти рождались в древние времена отсутствия морали и присутствия тирана, когда сильный всегда прав. Традиции на этом фоне всегда поддерживали власть, иначе говоря, власть поддерживала эти традиции и естественный свод законов, перераставший в традиции ради укрепления этой власти. Использование этих традиций в новом, современном своде законов – глубочайшая ошибка и несправедливость. Зачем то, что угнетало и делало людей рабами, причем послушными рабами, брать за основу построения современного общества? Это неверно. Это пагубно. В этом обществе не стоит ждать прогресса. Все кончится коллапсом. Писать законы не на традициях, а по собственным предположениям – это тоже тупик. Какие могут быть предположения? Во-первых, люди все равно используют исторический опыт своего рода или опыт других родов, то есть пытаются создать правила игры на завтра, используя вчера. Во-вторых, о каких предположениях идет речь, на чем основаны они и кто пишет их? Если пишет правящий класс, то получается свод законов, направленный на поддержание своей власти с более или менее значительным диапазоном свобод для большинства рода. Понятно, что угнетенное большинство не пишет законов, а лишь исполняет. Вопрос, как исполняет? Ведь раб творческим не бывает. Он делает не свою работу, он работает не для себя. Если же пишут свод законов рабы, то не миновать революции. То есть опять ломка нарушения традиций, связей родов и опять ради кучки рабов, которые возглавляют этот разрушительный процесс. Здесь, на земле, нет общества, законы которого отражали бы справедливое развитие его и справедливое отношение между членами рода. Государства, проповедующие шариат, грешат насилием, хоть и поднимают религиозный флаг. Хотим мы или не хотим, но вывод всегда печален. Все, что человечество пыталось выстроить в систему взаимоотношений родов или членов рода, все натыкалось на тупик, приводящий к войнам и гибели людей и империй. Любые империи не вечны. Масштабы другие. Отношения родов. В этом случае рабами были не люди, а рода. Основа же одна и та же. Правящее меньшинство и огромное количество рабов. В современных общественных системах развитых стран придумали понятие средний класс. Что такое средний класс? Это полурабы или рабы мелкого масштаба. Прослойка между меньшинством и большинством. Эта прослойка никогда не бывает большой. Считается, что она хорошо демпфирует и снижает опасность. Риск возникновения коллапса общества. Глубокое заблуждение. Этот слой действительно держит ситуацию, потому что заподаяние со стола сильных мира сего служит им активно, снижая напряженность в обществе. Но процесс этот не вечен. И прослойка жиреет и переходит в слой сильных мира сего, либо наоборот, переходит от безысходности в стан большинства, в стан рабов. Такое расслоение прослойки среднего класса чревато осложнениями в обществе, потому что процесс расслоения есть процесс нарушения равновесия хозяин-раб. Поэтому какие бы легенды и сказки не распространялись в обществе, они не спасают его от гибели. Вопрос только один. Когда? Прошедшие столетия не сделали ничего. Цвета разные, сказки разные, но основа отношений между людьми одна и та же, хотя и не такая примитивная, как раньше. Вот почему я говорю постоянно. Вы идете к коллапсу. И неважно, про какую страну я говорю. Все режимы, как бы они ни назывались, в основе своей несправедливы. Они справедливы, а не только потому, что в основе их не заложены законы мои, о которых говорю уже много тысячелетий. Почему я заговорил об этом так активно только сейчас? Почему я начинаю действовать? Потому что общества на Земле стали информативно едиными и независимыми от границ элементальности нации. Все питаются одной пищей, что зовется средствами массовой информации и интернетом. Эта международная паутина оплела весь мир так цепко, что сейчас родилась возможность управлять процессом преобразований через менталитет каждого члена рода, независимо от национальной принадлежности. Я уже говорил, инструмент, который я помог людям создать, нужен прежде всего мне для реализации моих планов. В современных условиях, несмотря на то, что люди запустили золотого тельца и лукавого в эту паутину и используют ее для наживы, я могу все прервать и направить возможности паутины ради преобразования общества по моим планам. Вот почему я так уверен в успехе, все произойдет по моему сценарию. Потому что любое начинание людей без меня и моей помощи будет с плохим концом. Только временной порог разный. Глупые правления кончаются в одночасье и лопаются, как мыльные пузыри. Но более грамотные, в красивых политических рамках, существуют дольше. Однако перспектива одна и та же. От такой безысходности люди сами придут ко мне. Одна дорога. Дорога к храму. Ко мне. Но не примитивная дорога религиозных традиций, а осознанный путь веры в мои законы. Контакт со мной через слышащих меня. Общение со мной. И консультация со мной. Через веру в меня, в мои вечные законы, возродится любовь к делам моим. Любовь к соплеменникам. И появится тогда надежда на построение справедливого общества на базе моей мудрости. Вот вам единственный путь. Путь праведного человека. Человека не раба, а человека-творца и человека-созидателя. Вот кратко моя концепция и объяснение действий моих. Если хотите, парадигма моя для людей – сейчас и навсегда. Редактор субтитров А.Семкин